всем привет я полина вы на моем канале и сегодня я вам покажу и расскажу о своих орхидеях без воздушных корней у меня очень лимитировано место для орхидеи поэтому держать давать им расти с огромными корнями воздушными которые занимают очень много места у меня просто нет возможности поэтому я стараюсь их убрать внутрь горшка когда это возможно но это бывает не всегда возможно например как вот с одной из моих орхидей вот она у меня такая медуза горкона и растут корни у нее во все стороны но я сейчас ей даю расти спокойно потому что она цветет я ее трогать не буду вот но остальные мои орхидеи вы видите нигде никакие корни не торчат в стороны что я делаю я конечно же не обламываю корни это варварство такое я бы не смогла этого делать наоборот я жаловалась что когда я покупаю орхидеи я вижу очень часто что корни которые не поместились пакет или в горшок они просто обламывают или отправить или или в магазине я уж не знаю где вот но вот я хочу показать как у меня это происходит вот растет корешок вот как здесь например я его просто направляю вниз чтобы он рос он сейчас сейчас закуклился но ничего страшного потом откроется и будет расти во внутрь горшка вот и так же вот здесь то же самое как вы видите тоже направляется он у меня внутрь горшка бывает такое что я пропущу где-то какой-то корень сейчас где-то у меня я это видела уже корень вырос а я его не видела знаете я же не рассматриваю каждый раз каждый день то есть они растут довольно быстро бывает вот и поэтому иногда вот так вот получается что вырос корешок и растет он себе туда куда ему хочется но потом я с ним работаю я сейчас покажу фотографии как я это делала вот я пропустила момент когда нужно было тренировать этот корень и вот он вырос такой буквально горизонтально в сторону и что я сделала я налила теплой воды в стакан вот этот пластиковый и наклонила свою орхидею туда чтобы корешок находился в воде и держала я его там где-то полчаса и после этого вы не представляете я сама даже удивилась он был очень эластичный и я его прекрасно заправила в горшок то есть я вытащил ее конечно и он у меня прекрасно поместился в горшке и еще иногда получается что когда я заправляю это конечно очень жаль но корешок может треснуть и вот как здесь было например вот он треснул но продолжает расти прекрасно и как говорится не жалуется вот я поняла что когда корешок трескается то никакого вреда это не причиняет самой орхидеи я заметила давно что у покупных орхидей очень часто бывают треснутые корни вот как здесь например это не я сделала это было вот но никакого вреда я не заменяю смысле они не причиняют орхидеями они продолжают прекрасно расти и цвести то есть они как бы сами заживляются вот еще хочу показать это тоже делала не я вот видите какой корень он был треснут у самого основания но он не высох он не почернел ничего там нет и орхидея себя хорошо чувствует вот и листочек даже растет как вы видите вот поэтому я вот это делаю заправляю корешки внутрь в чем бы они у меня не росли или в корее или в мхе или у меня вот растут они и вот в таком вот субстрате я сделаю видео о своих орхидеи которые растут в таком субстрате но это отдельный разговор вот я никого естественно не призываю делать то же самое всегда мои видео все о том что я делаю со своими растениями я просто делюсь опытом вот видите это время поливать уже вот но все корни растут внутри горшка и это мне очень помогает потому что как я вам уже сказал у меня место ограничено это вот все что у меня есть для орхидеи то две вот эти полки вот потом это вот стойка и еще одна полочка там но на ней я держу только три орхидеи сейчас потому что она у меня без ламп и там могут стоять только те которые цветут которым не нужно так много света как тем которые должны цвести и должны закладывать цветоносы ну вот на этом и все а как я тренирую как я приучаю забыла сказать про это при как я приучаю корешки расти в нужном мне направлении у меня есть вот такие камушки которые я кладу на дно горшков когда пересаживаю вот меня новые горшки такие от супа я делала видео про это вот и на донышко я кладу для тяжести вот но сейчас я вам просто хочу показать я не как говорится не мучаю свои орхидеи и не давлю на них я единственное что делаю вот так вот положу камушек сверху они кстати не очень тяжелые вот и растет корешок так как ему нужно вот на такой маленький я еще не положу потому что он еще очень маленький можно кончик обломать я однажды это сделала и больше не хочу повторять этой ошибки вот а вот на такой уже можно кончик не трогать просто подложила так положить сверху камушек и этот камушек поможет расти корню в нужном мне направлении вот и кто решит это делать и в вашем случае тоже вот так я хотела с вами поделиться своим опытом и просто подсказать может кому это поможет как я ращу свои орхидеи чтобы мне было меньше места занято этими воздушными корнями они же огромные вы же знаете они могут занимать место в два раза больше чем сама орхидея вот я такие корни увидела где-то и решила вам просто показать вот у меня нет места чтобы вот такие корешки очень красивые хорошие чтобы они лежали на полке у меня просто места нет для них вот поэтому я занимаюсь вот тем что я их ращу внутрь горшка как бы это показать вам здесь тоже видите вот я это ничего не делал с этим корешком он сам так решил расти внутрь ему видимо комфортно в этом субстрате и вот он так растет а я сейчас повернула так к свету вот так и вам покажу уже получше будет видно вот вот видите он сам так растет вниз единственное что мне нужно будет сделать это убрать с его пути какой там или камушек или коры кусок у кого в коре растет вот чтобы ему было удобно войти в грунт вот а здесь уже вот посмотрите вот здесь уже сами корешки вот этот вот сейчас подождите вот вот этот корешок уже сам врастает в грунт и будет хорошо орхидея себя чувствует хорошо вот они там цветонос как вы видите вот теперь уже наверное все я что хотела сказать вот еще там один я вижу вот видите вот он как только подрастет чуть-чуть подлиннее тогда я уже положу камушек сверху и он у меня будет расти вниз они в стороны или вверх вот что делать вот с таким вот корешком я еще не решила сейчас куда он делся вот но тоже это я его как-нибудь приучу расти вниз отламывать конечно не буду вот но сделаю так как мне удобно потому как я всегда говорю цветы для нас а не мы для них вот все что я хотела вам сказать сегодня и показать ой так поделиться просто своим опытом с может кому-то понравится и пригодится это делать всего хорошего всего доброго вам пока говорю покажу еще что менять здесь цветет и пожелаю вам всего самого хорошего доброго пышного цветения всем цветам которые у вас есть дома или в саду и чтобы нам всегда было до наших дорогих любимых цветов заходите в гости пока пока